по мере появления в эфире приветствую джафар анатолий дмитрий ну и сразу первый как бы вопрос ощущение после единственного ивента просто чисто впечатление первое пришедшие в голову там характеристики впечатление вот об этом и венте который состоялся в канаде джафар очень классный ивент 1 на эмоции подарил нога положительные отрицательные положительные то есть то чтобы медь проиграл деревянщинка для тебя это положительно нет я на бой деревянщик слушай я просто я просто не 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 я это восхитился не то что естественно стало жалко да само собой но я восхитился тем как он до конца довел бой в этом серёга красавец анатолий хороший ивент скажем так один ивент бои были интересны в любом случае и как бы с интрижкой дмитрий я хочу сказать что жаль серёга деревянщинка и по делам махмудова так и так и должно было случиться рано чепизна то есть я так понимаю слёзы и чувство животной радости ну да да дмитрий да у нас такой тихий тихий горло перережет и спросят как вы себя чувствуете окей давайте пойдем по тем поединкам которые были выложены на телеграм-канале именно абдулах абдула господи то где его а вот абдула мэйсон майк охан абдула мэйсон есть что-то о нем сказать насколько вот будущее этого парня скажем так многообещающе можно что-то о нем вообще сказать либо пока общем месяц мешков и аллилуйя джафар давай ты есть есть что сказать конечно потому что он он месяц мешков хотя бы стабильно то есть ему дают сейчас у него майк охан это был тоже уже не совсем мешок у него был такой за спиной опыт но мэйсон вот взять до всех шакура взять проспекта которого то право тоже активно продвигал он не так стабильно шел по мешкам у него были решения и скучные бои а мэйсон выходит и не доводит даже до экватора бои поэтому я не увижу большое будущее тем более это легкий вес какие бои с ним можно придумать он мне напоминает молодого кроффорда или же вот кишона когда кишон еще не был так знаете не промыли ему мозги тренера они попытались ему сменить стиль когда он работал вот с кайфом мэйсон делает то же самое он отлично подготовился к этому бою то есть как только мы махом майк махом да начал смещаться вниз там уже готовы были апперкоты то есть видно было что это домашняя заготовка поэтому я не вижу что он далеко пойдет а анатолий я вообще уже сейчас про молодых вот этих ребят уже сколько их было блин сколько разочарований бьет мешков ты пускай бьет когда будут хорошие бои когда будет оппозиция достойная я готов говорить а сейчас ну красавец на фоне мешков ну что дальше циничный эксперт циничный эксперт просто до мозга кости дима давайте смешиваем жестокость и человеколюбие и характеризуем мэйсона но я думаю что было мэйсона есть и у него шансы перед ну вот не теки с мешками я подавлюсь его поединок и вина и выступает звестно что с мешками уверенно но я думаю что у него есть и ну и есть непоганые шансы и побеждать уже более серьезных оппонентов на почекать но мне кажется есть у него паспектами что я могу сказать мне понравилось мэйсоне что несмотря на то что в общем как бы соперник попытался оппонировать он его разобрал очень разумно вот именно как роуфорд чисто чисто вот я видел однажды как у нас ну товарищ вот мой повратим он работал мясником и вот допустим приносят свиную тушу и я так ну разделать ее это блин такой же кусок работы то есть когда ты не знаешь самого процесса это у кажется очень сложно но когда он там вытащил нож какой-то там точила надел фартучок и буквально там за 15 минут раздела там 80 килограммовую свинью причем ребра отдельно там ноги отдельно все там это но это вообще вызывает восхищение точно также и мэйсон он быстрее своих соперников не только на ногах не только в руках он быстрее своих соперникам мозга он быстрее принимает решение и видно что вот эти решения которые он принимает это импровиз основанный на заготовку то есть эта отработка это это очень классно то есть квалифицированный боксер с большим потенциалом ну и теперь самое главное чтобы не задурили ему мозги чтобы он сам себе мозги не задурил чтобы ну и продолжал понимать что успех флойда майвезера это конечно же классно но с другой стороны по 5 часов в зале к ежедневно причем там несколько раз в день это большой труд поэтому здесь и согласен со скептицизмом анатолия посмотрим да посмотрим но пока на сегодняшний момент его хирургически точные работы мясника ну можно восторгаться на второй поединок который мне очень понравился то есть я я просто когда сошлись в центре ринга и грессиас и агбека я так посмотрел знаешь какой-то общем и и и грессиас непонятный такой в общем думаю да нифига себе чувак это так бека мне кажется ну на килограмм десять большим и мне казалось что бека задаст хорошую трёпку и грессиасу этого не произошло дмитрий какие у тебя от этого поединка эмоции и что ты скажешь я знаю что и грессиас я еще перед тем проектом посмотри поединок я знаю что вина на каутер что он мое силу удар да казалось что агбека таки ну набагато больше но у него там удары у и грессиас очень хороший и он его быстро перемехи и заслужено и апперкот там за дивку но таки класный но для меня это не было новость что и грессиас сможет на каутера я знал что он перспективный нокаутером и он это с каждым поединком доказывает понял молодец молодец джафар и грессиас тоже выполнил работу но вот как раз и грессиаса мне кажется то пранк уже передержал они его передержали в звании проспекта вот как оскар передержал барбосу так же и грессиас передержали дали ему человека которого вырубил морель тоже во втором раунде в прошлый раз то есть он топчется на месте никакого прогресса у него не происходит я думаю они понимают что не тот это парень которого можно быстро подкинуть в оппозиции поэтому вот на сетку него меня пока опасен принимается анатолий мне понравился как и грессиас принципе работает возможно где-то соглашусь джафаром что он уже вырос к уровню чтобы все таки у него были скажем более искушенные бойцы как бы неплох но все же это был уже ну немножко можно так сказать нельзя сбитый летчик все таки то есть не свежий вот не свежий боксер а грессиас как раз вот на таком ходу когда вот надо вот таких как и он голодных еще знаете с надеждами на великое будущее не с истраченностью какой-то не с пробитостью какой-то вот тогда вот будет интересно посмотреть боксер такой достаточно неплохой когда был агрессор абека казалось бы будет опасным но вот именно где-то класс бокса и мышление в ринге решила ситуацию так чтобы и гласиас был лучше много и гласиас я после того как и гласиас одержал победу я посмотрел на бой морелла против агбека и в принципе увидел ну одну и ту же школу кубинского бокса и меня задался такой вопрос что против действительно мастеровитых парней вот андрюша великовский да он невеликий там мастер но с очень хорошей школой бокса с очень хорошей там стойкостью характером все таки кубинца были проблемы и я просто знаешь подсознательно после последнего боя морелла думаю а что живут когда он действительно нарвется на парней из такой 15 топ 15 которые знаешь такие упертые гейткиперы и когда у него начнутся проблемы вот собственно говоря и и и и все что все что я могу сказать одно побеждает 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 красиво но все таки с парнями ему не хватает как оказалось разумной жесткости то есть вот я для меня вот разумная жесткость разумное вот самообладание там i was a reward on reward вот это два вот если они научатся умению или у терренс кроуфорд умению не спешить не стараться впечатлить публику а вот именно доделывать свою работу мне очень понравилась выдуманная мной фраза вот я до сих пор и восторгаюсь как ни странно сделай сначала работу файтера и а потом закончить как панчер вот на пока 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 он преобладает скорости пока у его удары работают он красавец но как только общем соперник откажется падать как вот андрей тот же самый велитковский хотя там десятом раунде бой по моему был закончен вот у него начнутся проблемы и вот морель уже это показал поэтому будем смотреть на товарища осли и глесиуса и думать и гадать что же дальше ну а теперь придем к боксеру боксеру с погонялом 404 это махмудов я я когда сказал что мне хочется чтобы вионелла гуида стер как вот школьник стирает ошибку с доски да там допустим я ну немножко общем кривил душой потому что я думал что махмудов махмудова скажем так есть яйца и умение сохранять самообладание то есть жизнь его должна была научить во-первых да ты мощный чувак но ты ни хрена не самый мощный то есть ты был мощным на фоне низких меньше весящих и довольно таки общем возрастных боксеров как только вышел красавец итальянец с бицемсом с прессом да еще и с умением боксировать потому что как ни крути а вионелла показал что он хороший такой полутяж крузер такой знаете как усик можно сказать на минималках который понимает что такой челнок что такое сближение который показал махмудову ты хочешь на сближение нанести несколько ударов и потом клинчевать если у тебя не получится еще добавить на тебе то же самое только я не буду валиться вперед я нанесу удары отскочу если надо вернусь то есть махмудов показал себя ни хрена не мощный ни хрена не умеющим максим контролировать эмоции и ни хрена не панчером то есть на сегодняшний момент то что махмудова стерли а именно просто стерли как ошибку как ученик стирает ошибку на доске вот этот я я я очень радуюсь потому мне конечно же жалко фанов махмудова потому что он их предал ним не мы такие плохие что мы указывали на те ошибки которую махмудова не исправляли не просто жалко его фанов а то что махмудов больше не имеет никакого авторитета никакого никакого общем пиетета перед ним уже никто не испытывает поэтому мать его будут выходить и бить понимаю что его можно бить переигрывая на скорости переигрывая просто на точных ударах вот это вот мое впечатление анатолий что ты скажешь я вам скажу что я не был на prediction вот анализируя сам как говорит сам собой этот поединок с ребятами это в чатах переписывать ну подожди ну ладно не открывай все тайны ну я понимаю что все мы не без греха но сам собой анализировал это мы веду что я себе видел таких вот плана то есть что махмудова должен закрыть по идее вели венела до 6 раунда если у него вдруг не получится венела выстоит образно говоря где-то перетерпит а тут потом проблемы но у меня не было точно ощущение того что венела будет так хорошо в принципе достаточно как вы правильно сказали боксировать на ногах заходить через джеб ну то есть скажем так азы боксерский и тем более я был удивлен очень тем что настолько не знающий и не умеющий боксировать от слова вообще махмудов который настолько был примитивного больше было похоже на хулигана который где-то когда-то дрался и вот он пытался одним ударом всегда попасть то есть у него не было вообще никаких хитростей он во-первых напрочь у него ушла куда-то передняя рука не груша у него был блестящий джеб это будет вранье но он хотя бы где-то когда-то какое-то с ним движение делать тут же он пытался просто вот как по подойти и нам из максимально ударить венела во-первых это видел во вторых вовремя как вы правильно или сам смещался к нему близ чтобы этот удар заходил за плечи либо разрывал дистанцию встречал и опять же заходил в клинч для того чтобы махмудова ничего не получалось махмудов и бороться хотел он только не провал но у него напрочь отсутствовало просто чувство дистанции умение спрятать свой удар хотя бы даже если ты его один бьешь ну хоть как-то показать передний в корпус нанести резкий там примитивного хэнд голу ну хотя бы с дистанции это было бы выглядеть может быть неэффективно но как минимум эффектно ну ни того ни того не было просто вот настолько венела его задёргал вот этими джебами двойками смещениями он он растерянный был пропустил и начинал просто выцеливать и выцелил настолько бездарно глупо что то что он продержался еще столько это только надо ему сказать спасибо венела что он не включил раньше вот этот более скажем высокий темп встречных ударов перехватывания просто немножко быстрее поверил в свои силы он бы мог нокаутировать намного раньше потому что там залетало все как нож в масло то есть махмудов как вы правильно сказали первую очередь предал своих фанов тем что внушил им почему-то что он действительно очень страшный очень могущественный и непобедимый он рассказывал как он будет бить джошуа усика фьюри идет гроза идет гроза вот так он всем рассказывал многие ему почему-то поверили слава богу что не мы это поверили по чтобы изначально знали что это большой такой пас звук но не дай но на самом деле это никакой не воин никакой не новая сила и так далее то есть ему указали на то что он ноунейм прямом смысле этого слова ты понимаешь насколько сейчас одно дело проиграть усику чувак четырьмя поясами в хэви вейте тайсону фьюри блин ну чемпион там проиграл только усику но проиграть вионела да там ну джошуа бывший чемпион мира там ну блять паркеру там ну бог с ним но проиграть вионела который 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 еще не ну по сути никто и единственное что я хочу сказать что знаешь это не вионела был крут это махмудов был плохо дима твое мнение я тоже согласен с тем что это махмудов был очень плохой а в видове вионела ну просто всем скоростью это я знаю что у них уже был другой раз они встречались они в этом вот да 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 и а кто не верит сказал что он возьмет реванш что он знает как справиться с этим махмудовым и у него справедливо вийшло махмудов ну показав те что он и завжди показал то что он боксировать не умеет а гидо скористаться этим и и завдяки своей швидкости и умение боксировать победил заслуженно и мог даже и ранее все закончить даже и нокаутом ну просто что и нокдаун посылал просто что не зачитали то и нокдаун хотя там был нокдаун ну и травму такую нанес что правильно зробили рефери что зупинив цей поединок я вважаю что ну вот по заслугам что махмудов проиграл не то что это жестокость а просто в том плане что он ну своим выступлением показывает с каждым выступлением показывает что он не прогрессирует и рано или поздно это должно было случиться еще как я вспоминаю как джафар сказал что перед ну тим как раз глянувся поединок он сказал что у него выиграет в махмудово у меня тоже началось все удивило а потом я думаю ну все таки наверное так оно и закончилось так оно и случилось джафар был право джафар нас человек джафар твои слова ну да сюрприза не случилось вианелла выиграл я вот ими сделает именно этот вывод из двух факторов что вот w sb этот бой показал тогда просто махмудов на нем было меньше массы и он хотя бы успел передвигаться сокращать дистанцию и просто за счет этого вианелла побил вианелла тогда блочит сыруй а сейчас вианелла вырос а махмудов наоборот стоптался ниже вианелла показал саджакбой что ну за ним репутация боксера который не видит для себя авторитет то есть его по сути привезли на то чтобы ажакбой его работал и пошел дальше вианелла дал ему хороший бой даже спортом кто-то там видел ударом видели победу вианелла тоже и вот эти два фактора я подумал навряд ли вианелла сейчас будет пасовать перед человеком которого побил карбаел который меньше и у вианелла есть все все атрибуты это движение это его челнок он двигается не только вперед назад он двигается по сторонам латеральные движения от которых махмудов от которого махмудов реально закружилась голова и у махмудова нету ног нету джеба чтобы хотя бы проконтролировать движение вианелла чтобы его как-то остановить с передней руки если он будет уходить от его сильной руки он ничего из этого не сделал у него как будто были пригвоздены ноги к рингу и он каждый раз испытывал боль когда их просто оттягивал от ринга чтобы сделать шаг вперед я была малейшая у меня мысль что махмудов просто может после поражения кабаэла ну не знаю пока чтобы вернуться но опять его интервью после боя с кабаэлом что вы что думаете что он лучше меня как боксер я его в девяти из десяти боях нокаутирую вот после этого я понял что нет тут тут не пахнет вообще никаким самобичеванием и так далее человек просто поверил в том что он такой страшный большой его все будут бояться его боялись люди с отрицательным рекордом его боялись люди у которых не знаю пуза у которых в рост не знаю два раза меньше не вот это кабаэлова был ниже его ростом его просто перебег поэтому не стало сюрпризом и знаете что вот самый фактор такой полезный для махмудова что это были даже не сто процентов вернул это был 6 это было 60 процентов вернул от того что мы увидели в борьбу с аджагбой махмудов даже не заставил вернул до предела отработать вернул работал на таких ну скажем так на автопилоте иногда даже в первых рамках мне показалось что он все-таки побаится побаивается махмудова потому что настолько медленно был махмудов но вернул при этом все равно как-то опасался выбрасывать удары не слушай но извини пожалуйста эти перебью я понимаю потому что ну человек массы махмудова да вот с этим кулачищем все таки размеры важны вот хэви вейте естественно в общем как бы вианело боялся что либо в ответку либо навстречу прилетит и здесь он мне кажется в чем есть мудрость боксера это не не идти на неоправданный риск то есть если нет смысла рисковать зачем рисковать поэтому опять же то есть возвращаясь той фразе который который я горжусь сделай работу файтера заканчивай как панч извини пожалуйста вот когда он наконец-то увидел что от махмудова ни передней руки никакого не вылетает мне навстречу ничего не вылетает быстрое хотя бы то он просто она набросил комбинацию вышел с дистанции что там летит уже дальше она полетит мимо потому что она летит с тех пор как я еще пошел на дистанцию и разница в скорости там огромная у махмудова вообще никакого рисунка что он хотел сделать я не понял потому что это постоянный шаг вперед оверхенд летящий из-за спины промахнулся завязал оверхенд завязал и ни один оверхенд по сути не попал я не видел что я как-то был потрясен то есть я не знаю вот проиграл ты вернись что было не так почему меня перебили поработать с гантелями ничего из этого махмудов не сделал он просто насколько я понял да анатолий да что-то еще добавить сказано что действительно махмудов который не понимает до конца чем он занимается то есть вот вот это что вот его ну приучили к таким бокс боксером как правильно джафар с отрицательным рекордом с которые вы боялись заранее которые ни на что не претендуют и не и не 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 изначально не собирались на будущее скажем такое это просто люди которые может зарабатывать на хлеб будучи вот не лучшими боксерами ну вот так у них сложилось и вот он привык тому что он такой страшный где-то еще и сбоку этому пальбе дули в уши и он это в этот свято верил чтобы правильно человек проигрывает гбл и говорит это все фигня и у него выиграл ну как-то у него выиграть он нокаутировал он тебя не проекты не проиграл близко будет даже бы ты прав в близком ты должен злиться и на суде не на кто только на себя значит ты что-то не так сделать а человек настолько уверен в том что он красавчик что он не видит явных вещей и также сама больше чем венках правильно сказал джафар авиана все так а вышел а он вообще не готов никак вообще он мало того что он так был не сильно обучен так он тут показал что он еще и деградировал даже стал делать меньше чем делал в тех ранечных боях своих прошлых то есть я его не вижу вообще в дальнейшем не знаю если он выйдет очередной раз разве что с какими-то такими которые вообще не понимают я не с такими ребятами которые хотят что-то добиться у него шансов не будет ну попадет тоже в этот обсуждение этого боя у меня такой экспромт джеб махмудова завяжется а верхент развяжется ну а бокс у него это то что кажется пауза ребята пауза ну посмеялись и будет теперь в общем как бы о поединке главном крестьян били сергей деревянченко ну по-моему все наши как бы прогноза зашли что в общем как бы серега покажет серега сделает то что сможет сделать опыт есть но вот но 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 вот хотелось бы вот этого вот но обговорить почему потому что ну такой вот вопрос сразу ваше мнение ну джафар анатолий хидима смог мог бы вообще гипотетически победить деревянченко в таком поединке если учесть что в общем не было травмы руки там поскольку в общем я так понимаю что именно травма руки и сыграла ключевую роль если бы не было смог бы серега победить джафар честно именно в 39 лет но вот именно в том поединке который мы видели в уикенд нет анатолий я думаю что смог тогда вопрос за счет чего а за счет того что ему приходилось он одной рукой смог наносить очень много ущерба был бы смог бы он подключать переднюю маскировать удары сильнейший они бы за счет тоннажа не начали давать свой эффект они так его давали просто не хватало вот этого еще одного еще добавить еще перекрыть не было чем то есть ему было открытый он и так действовал очень рискованно но при этом очень круто но мощно но бестолково тоже можно так вот характеризовать его ситуацию перед его мы должны понимать а сейчас будем обговаривать дмитрий мне кажется что наверно все таки проиграл бы за очками ну потому что в нокаутом навряд ли если бы не так с рукой справился а так тем более если был бы хорошей форме ну все равно мне кажется проиграл бы за очками все таки в канаде там шансы у него на жаль не было на трус не играет в хоккей вопрос теперь давайте обговаривать что что вообще происходило в поединке я отвечая на свой же вопрос я скажу я не видел что у сергея есть шансы в конце нашего прошлого эфира когда мы обсуждали этот поединок я сказал били только кажется там по сравнению сергеем каким то непонятно да но он умеет двигаться он скользкий страшно он работает серийно он разумно осторожный боксер если он не уверен в своих действиях он не будет лишний раз рисковать то есть риск у него обязательно разумный но если он принимает решение он отрабатывает до конца в этом как бы надо надо признать что он реально реально работает круто смог бы серега я заметил во второй поединок подряд что у сергея есть проблема видимо с передней рукой потому что он локтем начинает отталкивать соперника и пока он этот локоть вот отталкивает то есть он получается пытается право что-то там нанести то и снизу то и сбоку и в это время у нее левая сторона открыта то есть право залетает практически все и он толкая вперед наклоняется и удар нанести ему очень сложно качественный потому что наклонившись вперед но какой-то удар нанесешь но никакой то есть он может там пройти как то ты можешь закрутить апперкот но бедра то есть стал импульса от ноги в этом ударе не будет и вот это вот сергей очень-очень много времени как бы проводит пытаясь оттолкнуть от себя соперника чтобы разогнать руку оторвать соперника от себя и вот это время казалось бы ну не дает ему возможности его доминировать он вот если если так сказать вот первое ощущение что он поединке постоянно оправдывается он не ставит соперника на место он как бы постоянно работает в ответ чтобы успеть били били когда понял что в общем деревянченко не покажет свою скорость он успокоился и просто его переигрывал перерабатывал то есть результат поединка я считаю вполне закономерным обидно конечно что в общем у сергея в этот раз ничего не получилось хотя хотелось чтобы получилось потому что это не хами мунгия это не это вот там это какой-то там непонятный канадец но оказалось что канадец довольно таки понятный и никто и вообще не верил в сергея потому что вот мы уже сразу там во время трансляции говорили что вот после победы на деревянченко там хами мунгия вот уже все билеты штампуют поэтому то что сергей проиграл это вот знаете есть философии набор случайностей закономерная случайность случайная случайность необходимая случайность вот это как раз закономерная случайность которая в общем показала лишний раз что серега уже все ну он уже больше не прыгнет он или ломается он физически в плане что общем как бы травмы вот потому что он уже сколько он уже в боксе да я думаю что столько сколько ломаченко сколько и усик то есть многие уже закончили свою карьеру он ее продолжает больше мне кажется даже пораньше уже был на высоком уровне чем они они помоложе были чему но физические как бы физические кондиции организма не не бесконечны поэтому серега еще как бы в этим поединком он окончательно скатился в гейткиперы вот еще чуть-чуть и он станет джернименом который будет просто выходить потому что платят пока у него есть еще несколько моментов быть побитыми молодыми либо сделать какой-то неприятный сюрприз для этих самых молодых в общем печально смотреть на карьеру бойца которого за которого ты топишь ну наша работа такая смотреть как звезды вспыхивают и потом смотреть как они угасают дмитрий твое мнение ну да то что значит сергея жалко его конечно что он проиграл но вот да на жаль у него не будет шансов ну будут но малые шансы для перемоги над более такими классными суперниками наверняка он уже скотится до джернимен но я думаю что все таки может не скататься надеюсь что как у него это все обойдется но ему надо треба выбирать каких соперников мне кажется ну не таких там чтобы его побили а но серёга не может выбирать ничего ну пойми такую вещь дима что это его выбирают единственное что он может выбрать это какие джинсы одеть на улицу и куртку какую одеть одеть часы на правую руку либо на левую руку увы бокс это очень жесткий бизнес и его выбирали лишь только потому что он закатывает классные бои и в этом как бы огромный огромный респект сергею что знаете если кого-то можно упрекнуть что под него подставляли старых или неопытных бойцов тот именно серёгу подставляли под крутейших бойцов вот то есть это не это не ломаченко ну я не знаю можно упомянуть усика там либо там беринчика вот сравнивая наших парней но вот как раз серёга всегда был ну жертвой то есть его выбирали как жертву и жертва оказывалась там еще в полушаге от того чтобы стать палачом увы к сожалению дадима извините я перебил заканчиваем осы ну и насчет кристиан биле я еще помню как вы дядюра первый раз задали вопрос кто с кем будет бояться деревянченко и мы не спитали я как раз казавшим миле анатолий я как раз ну винове так и казалось что вот какие смысл вы ему выходите против биле если он будет ну ну проиграя бой но так воно и произошло но просто что другого суперника у него и не было чтобы дима спасибо что ты напомнил теперь я знаю кого обвинить в проигрыш то я забыл это еще на анатолий накричал так что он не согласен с тем что требует выходить напротив биле кто он так и ну а так произошло потому что я думаю чего так потому что он биле как раз и занимает там ведущий по оппозиции по вбс а там же другое и немае то как раз таки произошло ясно анатолий а ну-ка объясните нам свое черное предвиденье я что говорил что били не боксировал да у дима у димы все ходы записаны что не надо деревянченко сбили боксировать он проиграет да было так я стоит точки зрения тогда говорил что вот именно победа поражение откинет его как вы сейчас сказали на не на самые лучшие позиции поражение а победа не факт что приблизит его какому-то сразу титульному бою то есть это с этой точки зрения а если допустим теперь говорить о конкретно поединке то очень я думаю что деревянченко вот вы сказали зомбили много ему и комплиментов я не совсем согласен я не увидел в нем этого я хочу сказать что сергей пока был свежий была та же передняя рука очень здорово перехватывал и били с этим ничего не мог сделать он не мог подобраться он пропускал одни и те же удары апперкотом хавал их постоянно и не мог эту дырку закрыть он во многих ситуациях действует однообразно во многих ситуациях иногда терялся не знал что делать потому что по большому счету ты такой патчер ты такой красавец с двумя сердцами и однорукого боксера не мог заставить просто вообще ничего не пить а просто тупо выживать он этого не смог даже сделать настолько грамотно его серьезно раскатывал даже с одной правой руки повторный правый воровый снизу правый сбоку правый прямой три удара и все три блин через один залетали то есть били мне показался простым как пять копеек то есть то что я принципе о нем и думал да он выносливый но в этом бою если я переживал за то что он навяжет вот знаете такой силовой бокс темповой и знаю что сергей уже возрастной как мы правильно говорили травмировался много раз уже организм не так воспринимать он просто начнет ломаться под вот этим натиском не под ним не духом а физически просто начнется ему будет очень тяжело а физически несмотря даже не то что понятно не был супер темп но опять же это заслуга как по мне сергея он неплохо выглядеть ну держался то есть он не сильно то и устал так ну то есть не загнал его он били я вот так сказал то есть то что он уставал в связи со тем что он уже не может возможно держать высокий темп да и он никогда таким супер молодости я помню его бои когда да он такой был агрессор многоударной комбинации сейчас понятно уже совсем другой у него бокс но не смог били скажем так его закрывать настолько чтобы сергей выглядел беспомощным то есть у него были успешные моменты у него были попадания здорово вы заметили вот это что опуская вот эту переднюю руку он часто несколько раз очень здорово пропустил справа и пропустил достаточно чисто и плотно но опять же той ударной мощи как оказалось у мобили нет то есть понятно что сергей держит но это должно было бы все но отыграться на каких-то кондициях то есть он должен был стать где-то медленнее где-то застаиваться этого всего не происходило то есть мне казалось кажется вот так субъективно что если бы передняя рука была работать у сергея было бы больше скажем так разно на козырей разнообразие в работе то есть ему было бы легче замаскировать какой-то удар которого в мобили могут просто не увидеть и у него было бы развитие атак по-другому потому что там били видел что ты работаешь под одним углом под правую руку а левая у тебя не работает она у тебя так просто для виду понятно легче и защититься легче и сконтрить то есть и даже в этих успехах нельзя сказать что били был классный то есть да он бой выиграл как бы ну тут с этим не поспоришь но вот этот все таки вот это возможно ли а может быть вот оно все таки у меня как-то осталось сердце и знак вопроса насчет того была бы ли вторая рука как бы сложился бы поединок до конца вот все таки остался для меня открытым то есть для меня неоднозначно что если было две руки все равно бомбили там было бы крутое потому что не было большого доминирования так бы я сказал бой все равно выглядел более или менее конкурентно ну как то вот так что только очень не конкурент джафар я пытаюсь объяснить что с имбили произошло сначала мне бросилось глаза с первых минут почему сергей принял прям откровенную роль второго номера этого я не ожидал потому что ему нужно было выходить и завоевывать уважение били чтобы он чувствовал себя не своей тарелке вытянуть били из зоны комфорта он так сразу вторым номером начал ну гулять скажем так по рингу уходить все правильно от сильной руки но нужно было мне кажется чуть активнее в первых двух раундах чтобы били как-то ну подумал били их и для размышления били у нас очень аккуратно начал методично через корпус подходить к сергею вот как раз когда вот этот переломный момент травма сергей случилось все били как будто потерял фокус он начал охотиться только за головой его это вот конкретно подбило передняя рука у него постоянно висит из-за этого пропускает все справа то есть сергей следующий раунд после того как по моему вот этот травм произошел он выиграл просто одной правой рукой вот это били мне не понравилось да фокус у него потерян то есть на ближний он он вошел получил не успел выйти пока там особо не попал но вот не понравилось мне то что сергей очень много заставился у канатов вот ну уже не те понятно 39 лет вот поэтому я спросил вот сейчас сергей бы не выиграл этот бой просто функционал уже не так взять бы сергей который был с головкиным он бы били съел он бы не оставил у били шанс потому что ни удара у били не было такого одноразового хорошего чтобы сергей остановить а в то время сергей было остановить очень сложно и каждые пять минут пускали вот эту плашку что сергея еще не финишировали и даже в этот раз с одной рукой он дожил до финальных раундов возвращаясь к тому почему нет мне жалко сергея мне не жалко эту ситуацию что он именно вышел туда с первых минут выживать это было понятно из из его угла потому что из его угла лично что кричали не сдавайся дотерпи вечно вот эти напоминания осталось 30 секунд почему вполне можно пойти вперед и играть не били это не какой-то там супер игросмейстер по меркам бокса да можно его перебоксировать то есть сергей не вышел туда за пробег это было видно к сожалению к сожалению хотя можно быть вот поэтому у меня вот это все сместилось после травмы на восхищение тем как сергей все держит в углу спрашивают готов ли ты продолжать он отвечает да хотя вот можно было тренеру тоже остановить но они дали ему закончить этот бой я рад и особо ущербов поздних не получил за счет того что на биле тоже замедлился вот если говорить замбили крепкий парень сыроват еще но он крепкий я бы посмотрел вот вместо канала берланга канала били например мне было интересно да нет зачем смотреть то что в общем как бы заведомо известен результат я хотя бы хотя бы нет слушай вот хайми мунгея вот это вот интересно вот это на сегодняшний момент это вот ступенька для били это вообще бессмысленно я понимаю что это смотреть на изнасилование джафар любит это изнасилование официальное в прямом эфире но для канала он вообще не ну никак вот я тоже соглашусь мунгея вот это его сейчас будет уровень и он должен проявить в этом в этом бою себя вот как говорится либо он заматерит уже после этого боя с деревянщика либо его сырость ему тут выйдет очень сильно боком хоть мунгея там капец не капец но все-таки по опыт не будет намного он не убрал он бросает большое количество ударов то что в принципе то что мы хотели чтобы делать сергей я я честно когда я смотрел когда сергей прибыл на арену и знаешь разъе вот этот вот тел на диван откинулся и что-то там ведь разговаривает непонятно с кем камера в общем обрезала заяц с кем говорит серёжу показывают практически там со среднего плана серёжа 20 раз переложил телефон из куртки в карман из одного кармана в другой потом я так понял наушники вытащил переложил в штаны снял куртку смотрел куда то есть в его действиях читалась такая неуверенность да то есть человек когда ты уверен себе ты приходишь там снял куртку там телефон положил на стол наушники положил на стол там то есть у тебя все действия они резаны вот они ты не сомневая они сомневаясь там снять куртку куда ее положить сложить куртку либо повесить на плен на спинку стула вот я тогда он смотрел на серёгу и ну я просто сейчас просто что случилось и мне кажется что тогда сергей уже прекрасно понимал что у него травмирована рука но отказаться от поединка нельзя поскольку деньги уже взяты ну хотя бы часть гонорара ну вот и надо просто выходить в ринг и разъедь теперь себя понимаю в принципе ну мне так кажется что я понимаю почему он себя вел так потому что он понял что серёга не покажет тот бокс который ему нужен нужно показать для победы и мне подозреваю что им били это знал уже потому что если бы сергей вот вы сказали замечательную фразу пока сергей не травмировался били его переигрывал за счет скорости сближения вот оно бы и дальше так было если бы конкуренция со стороны деревянченко было бы вот именно с технической точки зрения били бы показал себя куда больше а здесь он прекрасно понимал что общем да пройти 10 раундов ничего страшного это деревянченко победить деревянченко решением судей это тоже классно вот хотя можно и нокаутировать но дело в том что серёга как бы держит и били прекрасно понимал что общем не мне кажется так что и идти искать нокаут идти искать удар это раскрываться а вот эта правая рука деревянченко она опасна вот поэтому и получился такой поединок жал уже ну серёгу жалко просто жалко потому что я я считаю что как никто он заслуживает вот как усик своей карьеры когда в него никто не верил в начале когда он там продирался где-то ему фартило где-то ну фартило нот реально фартило там с тем же брейдисом когда был финал с брейдисом когда четвертый судья дал ему победу с еще чем-то там может быть как-то но тот деревянченко деревянченко не фартило никогда вот это вот и вот он заслуживает просто какого-то минимального фарта увы это не получилось вот это вот печально ну и серёга опять же он уже на финишной прямой пенсии так что единственное что ему нужно ну по пожелать это хороших денежных боев перед тем как он повесит перчатки на гвоздь сожалению больше ничего окей к этому вечеру бокса есть что-то добавить окей и теперь знаете мы так все замолчали как будто очень кого-то похоронили вот ребят а похоронили мы в принципе следующий уикенд бокса потому что я вот смотрю что нам предстоит 21 августа во флориде джаред херд против джейсона росарио но это единственный такой более-менее бой 24 флойд майвезер джон готи 3 ну я если честно знаете у меня как бы как-то характеризуешь третий поединок готи и майвезера пипец я пойду лучше посмотрю на бой медведя с кенгуру там по крайней мере это попкорн там и дети смеются и брайан дженнинс в этом же ивенте еще у нас там есть и один ивент это брайан дженнинс джейл коди или сейчас там как джейл кодли кодли вот но это вообще как бы я не понимаю зачем этот бой сделан вот поскольку там вообще никого нету какой-то родни райс рд р промоушен вообще непонятно поэтому господа я предлагаю в четверг отдохнуть и в понедельник в общем как бы мы эти поединки которые там херда этого флойда майвезера и дженнинс обсудим а сейчас я хочу поблагодарить и если вы конечно возражаете есть четверг в общем как бы обсудить эти поединки ну давайте встречаться четверг что что скажет давайте проголосуем обсуждаем эти поединки до встречаемся тогда в понедельник поэтому я всех обнимаю хорошего остатка до остатка недели до недели только началась хорошей неделе спокойной вот принципе все окей тогда спасибо прощаюсь пока